всем рукодельницам огромный привет я вам говорю добро пожаловать на канал вязаные истории меня зовут юля у нас на календаре 10 января и я начну свой новый вязальный влог только-только сняла видео о новом совместном проекте которым я спланирую участвовать очень интересный увлекательный проект если вы еще этот ролик не смотрели то обязательно рекомендую вам его посмотреть ссылка на него в боксе переходите смотрите где-то здесь подсказках тоже конечно же немножко попозже я вам оставлю эту ссылочку а я же вам расскажу немножко своих вязальных выходных а честно откровенно на выходных я ничего практически нового не начинала практически не начинала сейчас поймете почему я закончила вернее до ушла до нужного момента в вязании своего пальто по спинке я дошла до начала рекламных линий и конечно же теперь пришла на вывязывание полочки все никак не могу понять почему меня полочка такого маленького размера я уже несколько раз я прикладывала к цвет к спинке все совпадается с но вот потому что наверно после большущей спинки тебе кажется полочка совсем миниатюрная я провязала буквально 48 50 чем-то рядов вчера но мне пришлось рядов 6 8 распустить и потому что я ошиблась не допустила ошибку в конце в общем я линейка на схеме лежала где положено но в конце я допустила ошибку поэтому пришлось перевязывать также я хотела начать вязать носочки из софте но мне было лень вязать образец я набрала пару рядов провязала посчитала вроде совпало но когда я начала вязать носок я поняла что я набрала на целых восемь петель больше все распустила в ноль вот такие вот у меня продвижения за выходные ну что даже несмотря на то что вот ставишь линеечку видите схема огромная здесь стоит 95 рядов но вам честно скажу первый вариант он идет первый ряд это не с этого начинается последующего и вот то получается вяжешь я вот линеечку ставила но видно да видно неправильно ставила и пропускала конец или внимательно в общем сериал благо интересным конца поэтому не внимать и пришлось где-то наверное вот здесь и да как раз мне нужно было сделать это переплетение я его сделала не могу понять куда делись на изданочные петли почему я дать здесь нет а не обратила внимание понятенными ну вот такая у меня была ошибка и я ее конечно же исправила распустила и как видите даже здесь допустила теперь не сильно растягивать ну что вот одна петелечка снята и вот булочка где прикладывала когда раз в принципе я это все вот парю потому что я не хочу в таком виде оставить конечно же нужен рисунок да и после этого раскрывается очень классно ниточка это чтобы он был прям плоским не объем и сегодня конечно же я начну вязать новое изделие о котором дорогие друзья или сегодня опять к вам лицом кадре потому что записывала болтологическое видео и конечно же не смогла пройти мимо чтобы не подключиться и не поболтать что же я вчера делала а вчера я вязала немножко пальто если не ошибаюсь где-то рядов 15 только планки связала очень мало очень печально хочется побольше поэтому сейчас я вам ничего не буду показывать и конечно же я начала свой новый свитер это просто я хотела символично надо начать потому что пальто мне все таки нужно было начать символично в день старта совместного проекта тогда вы мне кажется я быстрее его лиза ну уж как есть так есть вот свитер я начала символично принципе ничего сложного да сейчас мне идет реглан классический реглан да сверху поэтому вязать легко и просто сделала расчеты правда я сделала ошибку в расчетах немножко прислушалась советом и мне показалось что и моем случае такой вариант не работает возможно в чем-то случае так будет лучше но для меня горловинка которая вот прям по шейке идет это очень важно но не прям душащая чтобы это было комфортно и я вот таким вот образом нашла для себя удачную формулу и она работает у меня я не считаю что мне посоветовали неверный способ я считаю это хороший способ но не моем просто случае поэтому я всегда прислушиваюсь советом и адекватно их оцениваю пробую даже обязательно если я никогда так не пробовала да то обязательно пробую я не могу сказать что я не пробовала до обхвату галтер лавин головы они пробовала ну по-моему что-то мне где-то не срослось с этой формулой я бросила но это было наверно давно потому что по формуле обхват горловины обхват шеи разделив пополам набора но если нужно под горлышко на изделие у меня всегда все работа здесь вот так поэтому мне пришлось распустить те 10 рядов том что я все надо делать до конца что резинка 2 на 2 на станция ну еще что видите здесь я возможно не сработал потому что возможно не сработал потому что я взяла резинку 2 на 2 да потому что я распустила перенабрала заново петлю в меньшем количестве и взяла резинку один на один возможно да видите я не подумал об этом ну да ладно теперь уж как есть так есть но набирала у меня меньше петель нежели заявлено было ну и резинку 2 на 2 я же говорю заменила на резинку один на один это творческий порыв и мне кажется это нормально так что я буду показывать немножко вставлять если фотографии видео если не буду забывать если забуду может простите я обязательно все это соберу единое и потом покажу когда будет возможность и время подключаться я не обещаю каждый день подключаться потому что вот провязано 15 рядов что я вам должна была показать 15 рядов ну как-то я считаю это глупо хотя узор классно растет булочку все время прикладываю половинки спины спинки спины спинки и все боюсь что она маленькая ну вот реально маленькая мне кажется ну это кажется я скорее всего однозначно решила но еще до конца не додумала можно все переиграю мне хочется сделать кнопки но наверное я посмотрим будет ли планка или нет я пока думаю возможно все таки будет она тогда будет невозможно а будет эта планка я тут вот размышляю ну вот я же говорю я до конца не определилась уже я знаю что-то внутри главная линия мне хочется чтобы это было интересно для меня в первую очередь конечно же я наверно поставлю кнопки а сверху задекорирую их либо каким-то пуговицами либо какими-то бусами камушками посмотрим бусами бусинами так что там если не то немножко сбил я села записывать придет видео приглашением новый совместный проект блогер покажет зритель свяжет подсказку на этот проект оставлю здесь обязательно посмотрите и он мне как начал тут носиться по квартире начал постоянно толкать мой штатив ложится возле него я не знаю зачем ему был нужен этот штатив но он его толкал толкал пока я не прогнала а потом начал попытался покрыть ребенку проект он его немножко смотрит шмакал ну да ладно мы разберемся с этим чуть-чуть проект ребенок бросил на полу сразу сказать и убежал на английский поэтому вина ребенка то что он его бросил ну да ладно сейчас уберу некогда ему было вот такие небольшие новости визуальные у меня пойду творить дальше у меня также мне по плану для вас снять новый узор и описание на свитер один интересный мне очень нравится базовая опять же базовая модель я люблю базовые модели я уже говорила и для вас это же сделает описание сегодня а возможно не сегодня что я много на сегодня хочу учитывая тот факт что скорее всего мой ребенок сегодня останется дома если он останется дома то все мои планы накроются и будут просто вязать это уже хорошая идея согласитесь я у нас сегодня четверг вчера можно сказать день выпал практически вообще не вязала сил не было ну правда я начала вязать свои носочки вот он такой красавчик да у меня буквально чуть-чуть провязана совсем мало хотелось бы конечно как всегда больше его честно говорю я хотела вязать сначала на по чередовать пару полосочек черно-белое теперь хочу не буду ничего вот вот краешек беленький а дальше пойдет чисто черный носочек ну вот такая вот непостоянная дама но правда еще нет не оторвала все может поменяться когда я вяжу несколько рядов в общем я вяжу интуитивно то что нравится мне то и вяжу это ализе софте у меня вот такой был беленький моточек остатки я с него вязала себе овечку помните может быть на канале у меня есть видео овечки видео как вязал овечку нет а именно овечка есть у меня это и я не знаю как правильно назвать эту пряжу я когда-то очень давно взяла ее какой-то странный взяла ее но это не софте она немножко имеет более длинный ворс но я решила ее применить на носочки для чего я брала не было моих запасах вот и классно запасы есть такой ороритет да ну носочки носочками я же вам хочу показать другие свои процессы такой у меня есть процесс помните о чем идет речь это свитер по стопам сары лунт я бы наверное вот так назвала да и скинул он он именно там я увидела вдохновение да сейчас ну что ж опять вижу я из стопроцентного мереноса в 5 нитей кэш ву от зэй на баруфа вот ну совсем мало конечно же отвязано то я только начала и снимаю по данному изделию для вас мастер-класс это ниточка не отсюда конечно же помню мастер-класс вижу на спицах номер 31 спасибо улечки луку и за такую красоту оля огромное спасибо если смотришь это видео спицы волшебный я с удовольствием я не вижу мне безумно не нравится вот честно очень так вот прикольно вязать я думала вот эти пупырышки возможно будут мешать вязать и теперь честно откровенно я жалею что купила раньше себе эти спицы потому что давно на них засматривалась давно себе хотела такие спицы в своем арсенале как говорится и конечно же у меня в работе пальто не знаю сколько сегодня отвяжу хотелось бы целый раппорт еще один вывязать но вот это все я буду конечно же вот так вот отпаривать я наверно сначала проведу вот вы и потом и влажном виде я хочу вот это все и наверное это будет сделано до того как я буду вязать планку скорее всего я соберу изделие здесь все классно ровненько идет в отличие от спинки ну вся спинка пришлось видна где-то я напортачила может быть из-за того что лежало изделие и неправильная плотность очень классно но рисунок нужно в этот парень потому что я не хочу вот таким вот мне он нравится но он скомканный я хочу так чтобы это все было красиво чтобы все было видно не на совсем прям сильно я пройдусь паром по влажному изделию и я думаю все разойдется мне так хочется мне не нравится скомканность красота отвязала один рапорт который состоит из девяносто восьми рядов этого узора это я уже не отметила говорила себе или отметь ну опять же буду потом искать где-то выше одиннадцатого ряда я уже однозначно наверно где-то тринадцатый скорее всего тринадцатый ряд я отвязала вот здесь я вот себе ставлю крестик на каком ряду я закончила на схема очень интересно видите 95 но почему-то первый ряд у нас начинается не ниже может быть из-за вот этого текста я даже не знаю так этаж водный знак такая красота и идея цвета как я уже говорила не думая цвета с интернетом пойду дальше творить потом с вами встречусь скорее всего уже завтра подключусь и подведу итоги недели что у меня получится не получится видно я вообще планировала сегодня после вчерашнего стресса лежать сегодня целый день ничем не заниматься но записала тех который вчера вышел улечки лукой на канале мне этого хотелось и я это сделала повязала чуть-чуть как раз кадре носочек и сегодня сейчас немножко позанимаюсь домашними делами и приступлю к вязанию буду вязать 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 хотела магазин сходить вроде солнышко и мороз можно было бы сходить что-то у меня нет настроения никуда идти я устала не хочу я сегодня уже пятница и конечно же закончу я эту рабочую неделю сегодня своим кардиганом почему кардиганом пальто это будет пальто я все-таки сделаю ему подклад уже продумываю некоторые нюансы надеюсь на все хватит пряжи переживаю конечно же как и все так булочка отвязана 50 сантиметров если мы говорим о схеме крестик увидите на шестьдесят третьем ряду и на может даже все четыре даже потому что я уже не стала шестьдесят пятый включаем думаю потому что на крестик уже стоят предыдущего раза где сегодня я это все вывяжу и вывяжу второй раппорт очень хочу в принципе я вчера только кардиган в принципе я только вчера вязала пальто больше ничего не вязала наши папе с сыном продолжается сегодня мы были тоже у педиатра пока он на больничном неизвестно что происходит поэтому конечно же не довязали и хочу чего еще показать вам все же я переживала насчет размера моей полочки а то она вот смотрите какая миниатюрная видеть и если его так вот приложить то ее не хватает здесь но вот эта часть верхняя она не отпарена а вот нижнюю я немного отпарила и как видите все совпадает размерами естественно немножко стягиваем полотно но он классный мне безумно нравится как получается это таран я вообще кайфую и от цвета и от размера и видите я специально положила сантиметровую ленту который купила здесь 50 сантиметров получается ровно и класс рекомендую или пряжу и все я надеюсь пальто будет классно девочки скажите пожалуйста в комментариях нужно ли нам такая огромная схема нужно ли такую вот огромную схему разбирать и либо же вполне достаточно будет объяснений моих я могу во влоге объяснить где такие что значки означают и выложить схему у себя в сообществе на инстаграме дзене где вам удобно будет скачать пишите я решусь возможно кто-то захочет я могу даже отправить ее лично продано мне на компьютере и вот в электронном варианте на мне распечатано в электронном господи наговорила и распечатано на мне вот такие мои продвижения с вчерашнего дня не особо мне просто я здесь как полотно и надеюсь и вам понравилось такое видите какая вот колоссальная разница между отпаренными не отпаренным полотном я конечно же теперь я думаю прежде чем сшивать полотно я его обязательно отпарю потом я думала провести в эту и только после этого вязать воротник там не такая была идея то есть мне нужны за эти выходные довязать эту полочку и начать следующую и желательно к концу недели закончить эту полочку это мне такие планы на следующей неделе знаете у меня возникла идея наверное я буду выпускать два блока у меня будет влог выходного дня вернее эпизод выходного дня то есть все что у меня было связано за выходные я буду вам показывать рассказывать что у меня выходные бывают продуктивным если они будут непродуктивными я не буду выпускать этот влог скорее всего возможно он будет выходить по понедельникам а возможно он будет выходить возможно он будет и будет по понедельникам посмотрим не знаю в этот понедельник получится или нет потому что в понедельник этот мы снова едем в поликлинику Если будет получаться, то я, конечно же, подключусь, сниму и выпущу влог.